И сколько же стоит жизнь российского солдата? По данным исследования новой газеты Европа, Россия тратит на войну сверхдоходы, полученные от торговли нефтью и газом. За жизнь одного российского военнослужащего Россия готова заплатить около 12,5 миллионов рублей. Немалая сумма, но есть ли у жизни цена? По данным журналистов, компенсации, начисленной семьям погибших и раненым в Украине, российским военнослужащим, превысили 113 миллиардов рублей. Из них 89 миллиардов уже выплачены. Подробнее об этом поговорим с Сергеем Кривенко, директором правозащитной группы гражданин «Армия права». Сергей, здравствуйте. Добрый день. Известно ли лично вам в случае полной компенсации за гибель российского солдата в Украине? Да, конечно. Если мы говорим о российских военнослужащих, то есть о контрактниках, тех, кто контрактниках или военнослужащих по призыву, то есть именно военнослужащих Министерства оборудования, за их гибель выплачивается полная сумма. Эти случаи известны и проблемы могут быть только с оформлением документов. Так что не все справки собраны, не все подготовлены, а так Российская Федерация, Министерство обороны и Росгвардия, они выполняют эти свои обязательства. Потому что военнослужащий в России, его статус подтвержден законом, и все эти выплаты – это не чье-то такое пожелание, они зафиксированы в законе. Единственное, вот сейчас в связи с войной появилась так называемая еще президентская добавка, в районе трех миллионов выплачивается. Это вот не зафиксировано в законе, она идет отдельно. Но все остальные, которые зафиксированы, да, выплачиваются. Но тут важна оговорка, что при наличии… Эта вся процедура начинает работать при наличии тела, то есть после того, как субмедэксперт сделает заключение о характере гибели, характере гибели военнослужащего. Поэтому многие военнослужащие, тела которых не найдены или не перевезены в Россию, не идентифицированы, они в эту статистику не попадают. Но ведь не значит, что этих солдат не было, и это не значит, что они ничьи, дети, сыновья, братья. Нет. Я имею в виду, мы говорим сейчас про выплаты, конечно. Да, я понимаю, но как от того, что… Ну, если тела нет, есть же случаи, когда просто ничего не остается фактически от тела солдата, который приехал воевать в Украину. Ну, это проблема, это проблема, спровоцированная войной, конечно. И, то есть, мы говорим о таком порядке. Если тело военнослужащего доставлено в Россию, и потом передано, после оформления документов, передано родственникам для похорон, ну, на самом деле, вот о таких известных сейчас подтверждено порядка 6 тысяч таких захоронений. Это есть независимая группа в России, добровольцы, волонтеров, которые мониторят региональную прессу, всю информацию о том, где появляется информация, вот как хоронят военнослужащих. Ну, то есть, можно говорить, что вот пока не менее 6 тысяч, конечно, не все они могут найти, не вся информация о погибших появляется там в прессе, когда хоронят. Но вот это низкая цифра. То есть, 6 тысяч зафиксировано уже пофамильно погибших, ну, около 6 тысяч погибших тел. И они формально считаются погибшими. А вторая категория – это пропавшие, пропавшие, которые наверняка учитываются от Минобороны отдельно. И по ним они идут выплаты, их разыскивают тела. И там существуют процедуры, что если человек долго не проявляется, он пропал, и только идти тела нет, то оформить его можно будет только по суду, через некоторое время, еще после окончания войны даже. Да, вот я, кстати, вот это хотел уточнить. В Украине, если я не ошибаюсь, это то ли от года, то ли до трех. Если человек официально числится пропавшим без вести, он не находится, есть процедура о признании его мертвым. В случае с российским законодательством, может, вы знаете, сколько лет должно пройти от момента признания его пропавшим без вести до момента признания его мертвым? Такая же процедура есть в России. И, по-моему, это два года, если не ошибаюсь. Или год, или два года. Сейчас вот что-то не могу вспомнить. Но там есть процедуры еще для тех, кто в каких-то чрезвычайных случаях, которые не дают основания полагать, что человек остался жив. Типа ситуация с крейсером «Москва». Если он погиб и не могут нескольких до сих пор срочников найти, то там по этой процедуре можно в течение шести месяцев. Даже не ожидая окончания боевых действий, то в течение шести месяцев после гибели крейсера родственники могут подавать в суд. И спустя шесть месяцев их могут, этих погибших военнослужащих, признать именно погибшими. И они начнут получать выплаты. А для, так сказать, по обычной ситуации, ну, надо уточнить, я не помню, то ли год, то ли два, да, тоже существует. Но это по окончании войны еще. То есть не сейчас. Та же новая газета записывала интервью с матерью танкиста, в котором мать рассказывала, что не, даже, говорит, даже пуговки от сына не осталось. Вроде бы в танк. В танк попал снаряд, нашли останки его членов экипажа, а от него даже пуговки нет. Ну, вот это именно такие проблемы. И я тоже разговаривал с одним контрактником, который сказал, что вот на его глазах два члена его экипажа просто вот сгорели заживо, и ничего не осталось от них. И, кстати, это послужило его основанием для него, что он, вернувшись на территорию России, и подал рапорт о прекращении военной службы по убеждениям, что не может больше воевать. Его уволили, слава богу. И вот это проблема. Такого рода случаи числятся пропавшими без вести, и их гибель будет восстановлена по документам только через суд. Вы говорили о том, что если тело есть, то родственнику нужно собрать справки для того, чтобы получить компенсацию. Вы можете сказать, что это за документы, что это за справки, которые нужно собрать для получения денег? Ну, это не родственнику. Родственнику, скорее, надо проконтролировать этот процесс. Все-таки механизм там работает. Это справка судмедэксперта, на основании которой уже командир или замкомандир части выписывает справку о гибели, и она поступает в военкомат. В военкомат готовит необходимые другие документы, и они передаются родственнику. Там просто иногда возникают задержки на том или ином этапе по оформлению справок, и родственнику надо отслеживать, чтобы там были правильные формулировки, были правильные все эти, весь комплект СОЗа. Но зачастую это все готовит военкомат и командование части, и вместе с телом иногда прям весь комплект привозит документов, и выплаты идут через двумя, как бы из двух источников. Это страховые, все военнослужащие застрахованы они у нас, и идут выплаты страховые, часть от Министерства обороны, а вот сейчас еще третья часть по президентскому указу. Скажите, вот данные компенсации, начисленные семьям погибшим и раненым в Украине российским солдатам, по подсчетам журналистов той же новой газеты Европы, свидетельствуют о том, что Россия потеряла минимум 10-11% личного состава от изначальной группировки войск, подготовленной в феврале к вторжению в Украину. Вы согласны с такими цифрами? Ну да, точных, не то что согласен, точных цифр, к сожалению, нет. Минобороны России вообще сначала, по-моему, в марте, была последняя цифра, она 1300 назвала. Но вот если опираться на вот эту цифру, около 6 тысяч погибших точно уже зафиксировано и, так сказать, похоронено, и понимая, что это только какая-то часть, но вот я думаю, что это надо умножить на 2 или на 3 с коэффициентом, то есть примерно где-то 15-16 тысяч российских военнослужащих, можно ожидать, что они погибли, ну 15-20 тысяч. Плюс умножаем на 3 раненых, количество раненых примерно в 3 раза больше количества погибших, то есть порядка 50-60 тысяч российских военнослужащих либо погибли, либо ранены, либо попали в плен. Ну и если называют разные цифры, там 200-тысячная группировка сейчас участвует в войне или даже уже 300-тысячная, то вот это какая-то, ну пока надо считать уже какой-то процент составляет, но по крайней мере это очень значительная часть. Это сравнимые, уже превысили потери за десятилетия Афганской войны, за несколько лет Чеченской войны. И потери это точно уже, это конечно очень значимые потери для российского общества и для российской Минобороны. Сергей, вот говоря о потерях, с февраля месяца в Украине остаются тела тысяч российских солдат, они лежат в вагонах, в рефрижераторах. Почему их не забирают? Известны ли вам случаи того, как родственники предпринимали попытки забрать эти тела и похоронить их дома, но почему Министерство обороны Российской Федерации не занимается этим? Ну это хороший вопрос. И мы тоже создаем этот вопрос Министерству обороны Российской Федерации. Мы как правозащитные организации, как независимые, почему они этим не занимаются, тут, наверное, можно гадать о разных ответах. Не были готовы к такой ситуации, все-таки это политическая, должна быть воля начинать переговоры с украинской стороной по погибшим, раненым. Обмены пленных, мы видим, иногда происходят. Наверное, и в каком-то виде, может быть, и переговоры о вывозе тел как-то идутся, но информации об этом нет. А в случае родственники, да, обращаются, правда, не в таком количестве, не в массовом количестве, как это было, допустим, в Чеченской войне, когда вся эта ситуация в Чеченской войне с гибелью солдат, солдат-срочников, породило движение солдатских матерей. И многие матери из России ездили просто забирать и просто живых своих сыновей, и пленных, и тела погибших искали. И это продолжалось многие годы. Здесь сейчас обращаются, но это, по крайней мере, к нам это единичные такие случаи. И тоже большая проблема, но вот так как официальных каналов, тем, кто занимается в России, такого нет. Есть телефоны штаба Межведомственного, это Координационного штаба, Министерство обороны, которое сделано, создан. Но с ними очень трудно связываться и очень трудно как-то получить от них информацию. Мы даем консультации, даем контакты Национального информационного бюро, которое создано в Украине по Женевским конвенциям, чтобы родственники напрямую уже связывались с теми, кто занимается. И пленными, и погибшими в Украине, и случаи вот такие один-два я знаю, что родственники пытаются вот прям приехать и забрать тела. Но это, конечно, очень минимальное количество. Сергей, спасибо вам большое, что вы нашли время с нами пообщаться. Это был Сергей Кривенко, директор правозащитной группы гражданин «Армия права». Мы с ним поговорили о том, сколько же стоит жизнь российского солдата.